Конечно не ожидал, просто работал, старался приносить пользу команде, но в итоге заметили, но очень рад. Нам на тренировке объявили после тренировки, то что вызвали 8 человек, и я есть в этом списке. Конечно, было очень приятно. Поздравили многие. Такой важный шаг в жизни. И очень приятный. Национальная сборная была моя мечта, которая, наверное, воплотилась. Это объективно, конечно, приятно, но стараюсь вообще не обращать на это внимания, почитал и стараюсь сразу забыть. Я понимаю, что сейчас важный этап. Что-то начало получаться, но хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше. Хочу показывать это на дистанции. И в первую очередь не снижать требования к себе. Работать на каждой тренировке и отдаваться на каждой игре, тогда, я думаю, все через работу придет и придет стабильность. В первую очередь это воспитание. Воспитание, которое передается от родителей, наверное, от семьи. Я им за это очень благодарен. Ну и сам стараюсь прорабатывать моменты, что для меня особо ничего не поменялось. Саша Головином тебя периодически сравнив слышал? Ну и что-то, да, слышал, но я не знаю, связывает это с манерой игры или по прическе. Я не люблю вообще давать оценку своим действиям, там, ну, можно сказать, публично, в принципе. И не люблю себя с кем-то сравнивать. Оставляю это журналистам и на общественное мнение. Себя стараюсь ни с кем не сравнивать и не давать оценку своим действиям. Мне что-то попадается, но я вижу, наверное, свою фамилию, стараюсь пролистнуть. Но, конечно, не всегда получается. Матчей не так много было. Наверное, самый удачный на Грозном. Забил несколько каталов. Неудачный... Так тяжело сказать. Наверное, где-то просто был менее активен. И, учитывая мою позицию, да, я должен быть активный, создавать моменты. Возможно, не так активен был с ТСК в игре. Но там, конечно, был хороший уровень сопротивления. Через такие игры мне нужно тоже проходить, учиться, анализировать, опять же. И буду стараться прибавлять, чтобы показывать максимум в каждом матче. В принципе, после матча тяжело засыпаю. Не важно, победно или нет. Вчера тоже заснул достаточно поздно. Анализировал ошибки, какие-то моменты. Но это нормально. Мне кажется, это у многих футболистов так происходит. После матча сразу стараюсь сначала не смотреть. Просто анализирую, что как. Что не так сделал, что так. Потом пересматриваю игры уже. И смотрю более детально. Ну и плюс есть теоретические занятия, которые показывают, подсказывают. Но долго от матча вообще отходишь в целом? Ну, от поражения достаточно долго. Жду зачастую следующий матч, чтобы победить. И чтобы это настроение чуть-чуть ушло. Что ты о Баре можешь сказать? Ну, мы с ним зачастую больше обсуждаем какие-то игровые моменты на поле взаимодействия. И так, конечно, подсказывает, помогает. Если кто-то видно, что трянуться без желания, конечно, тогда могут так пихнуть. Но все только по делу. За пределами поля он добрый, отзывчивый человек. Который может подойти и ему поможет. Я скинулся на футболе. Я бы не сказал, что я прям много бегал. Ближе подходя к молодежке, возможно, у меня либо это появилось, либо за счет сборов у меня это пришло. Поэтому не могу прям точно сказать, природное это или это я добился за счет сборов. Не могу сказать. Но ты любишь вообще бегать? Ну, конечно, в сборах это дается с трудом. Но это нужно, конечно, это нужная работа, за счет которой в сезоне проще, легче. Но в играх я особо не чувствую, что я там сколько-то прям много пробежал. Я стараюсь действовать, исходя от своей позиции. Потом уже, когда приходят там датчики, вижу, сколько пробежал. Вот и все. Ну, чувствую, по самочувствию. Чувствую, что могу. Тогда, ну, конечно, бегу, если нет уже сил. Тренерский штаб это видит и делает замену. А кто у вас в команде быстрее всех бегает, по ощущениям? Ну, по ощущениям это Самоха и Пеняй. Вон, такие две ракеты, которых тяжело достать и догнать в интерновках. Ну, я стараюсь уделять этому внимание, потому что от качества подач зависит. Можно, мы можем забить стандарты любого, да. И уделяю этому время после наук. Ну, сначала командное взаимодействие, да, в атаке, в обороне, угловые, штрафные. И потом остаюсь отдельно и стараюсь работать, чтобы с каждым разом все лучше и лучше. Ну, наверное, пример самый главный, самый близкий, это Дмитрий Вячеславович Лосков, у которого были подачи с обеих ног, удары с обеих ног. Это, наверное, самый яркий пример для меня. Расскажи историю, как ты, ты же с его сыном общался, да, я так понимаю? Ну, мы прошли все академию вместе в одной команде. Вот, и вот смотри, вот ты с ним общался, вы в гости друг уходили как-то? Ну, да, ездили часто друг к другу. И выходили на поле и так отрабатывали какие-то подачки, удары. Ну, это все было, конечно, больше такие детские. И просто на подачи слава какие-то завершения, потому что это было достаточно, можно сказать, давно, когда мы там еще в клубной реке играли. Но, наверное, что-то, да, я перенял, постарался перенять. То есть Дмитрий Славович присутствовал при этом? Да, 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 конечно, он с нами показывал, что как, подсказывал. Я им благодарен за это, конечно. Думаю, какую-то роль это повлияло. Как тебе тут? Так, все, что нужно, все есть. Ничего лишнего. Вы в каком корпусе с молодежкой жили? Честно, не могу сказать. Помню, имя территориально где-то там, но как называется, не знаю. Тренировочная форма. Носки под трусники. Рюкзак. И в чем ходить? Просто. Вседневно здесь, оказывается. Чувствуется здесь аура. Здесь же проходила подготовка к Чемпиону Мира в 2018. Ну, я говорю, очень приятно находиться, в принципе, здесь, в национальной сборной. Буду стараться, показывать, показывать свои лучшие качества. Как тебя встретили здесь? Кто встретил? Ну, из игроков, ну, во-первых, весь персонал, да, встретили. И из игроков, Ваня Блюков первый. Так, перекинули спорными словами, и все. Из тренеров кто-то встретил? Писарев встретил. Вручил мне футболку. С фамилией уже. Ну, а ты 2018 год смотрел, да? Угу. Понимаешь, какой он запомнился? Уж в Испании, там, без шансов. Где смотрел? Дома, с родителями, помню, в зале смотрели, переживали. Ну, эмоции, конечно, потрясающие. Кто тебе из игроков тогда больше всего на Чемпионате Мира запомнился, понравился? Ну, тогда, наверное, Дюба. Такой самый эффектный. И в праздновании потом, наверное, вирусилась. Несколько лет, как будто бы. А с какого-то вообще года Чемпионата Мира Европы на что смотрели? Ну, первый Чемпионат Европы 2017, я помню, четливо. К сожалению, тогда они вышли из группы. Ну, вот это первый, наверное.